Сегодня в Забайкалье воинов-афганцев осталось 864 человека. Среди них и ведущий специалист, эксперт Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю Павел Адыров. Сегодня с ним встретились наши корреспонденты. 1981-й в Северном Афганистане выдался особенно жарким. И не только потому, что солнце пекло, как в аду. Ожесточенными были сами схватки с душманами. Вертолетчики выполняли самые разные задачи. То доставляли боеприпасы, то высаживали десант, то прикрывали пехоту с воздуха. В день, вспоминает Павел Адыров, приходилось совершать до 10 боевых вылетов. И почти всегда под обстрелом противника. Возвращались с дырками. Дырки латали, дальше летали. Бывало в воздухе, как опыт, деревяшечки брали, делали чопчики. Если в бак попадала пуля, то чопчиками ее затыкали. Под шквальным огнем душманов экипаж командира Звена Адырова не раз вынимал из-под обломков сбитых вертолетов тела погибших летчиков. Бросать было не принято ни живых, ни мертвых. За ранеными и убитыми летали даже в ночных условиях. В безлунные звездные ночи темные, земля вообще не видна, пыль. Очень трудно и страшно. Ну, можно сказать, интуиция больше срабатывала, чем все остальное. Однажды после бомбардировки очередного укрепления сбили и вертолет Адырова. Машина загорелась и при посадке, ломая лопасти, перевернулась на бок. Летчики сильно обгорели, но чудом все-таки спаслись. Потом было лечение в госпитале, а позже орден боевого красного знамени. После Афганистана боевой летчик служил в Монголии, Анголе, на Северном Кавказе и в Забайкале. Сейчас работает в службе судебных приставов, ведущим специалистом-экспертом. Качество, приобретенное на войне, говорит коллега Павла по работе, тоже участник боевых действий в Афганистане Александр Долингер, мирной жизни пригодились. Побывав на войне, он просто стал, наверное, еще более мужественным и уверенным в себе. Потому что вот эти все тяжелые ситуации, которые мы там проходили, они просто закаляют человека. Именно эта прочная афганская закалка помогает Павлу Адырову и сегодня защищать законные интересы людей. Светлана Верхотурова, Виталий Квашнин, Вести ЧТА.